Обещаем сделать все, чтобы платформа РДДМ активно развивалась в нашей школе. У нас есть много идей, инициатив для реализации проектов в российской движении детей и молодежи. Сегодня старшеклассники Самарской школы номер 157 заявили о вступлении в ряды российского движения детей и молодежи. Оно является самым масштабным на постсоветском пространстве движением. Крайне важно в этом движении, что все, что здесь будет делаться, это будет принадлежать, инициатива будет принадлежать детям, по-другому никак быть не может. Наша задача здесь создать все условия, чтобы ребята могли самореализовываться, чтобы ребята могли реализовывать какие-то свои проекты, инициативы. С идеей создания российского движения детей и молодежи в апреле 2022 года выступили сами дети. Летом был подписан соответствующий закон, и в декабре этого же года прошел первый съезд. Сегодня руководитель департамента по делам молодежи Самарской области Сергей Бурцев напомнил учащимся школы номер 157 о его истории, о ценностях, таких как патриотизм, семья, дружба, достоинство, историческая память. Направления, а всего их 12, определили участники на первом съезде, который прошел в декабре 2022 года. В таких движениях, конечно, очень важно принимать участие, потому что это показывает тебя как личность, как человека, на тебя смотрят совсем с другой стороны и понимают, что в тебе есть хороший человек и развитая личность. Первое заседание Координационного совета по взаимодействию с российским движением детей и молодежи в Самарской области в декабре прошлого года провел глава региона Дмитрий Азаров. Вступить в ряды российского движения детей и молодежи может любая организация, где есть несовершеннолетние. Для этого нужно заполнить анкету, которая размещена на сайте движения. На сегодняшний день в области создано более 20 первичных организаций. Светлана Тимофеева, Николай Сидоров. События.